Вкалывают роботы, а не человек. Дети выросли, но им продолжают рассказывать сказки. Осталось потерпеть совсем немного, и все тяжелые профессии отомрут. Все товары будут создаваться на 3D-принтерах, а услуги предоставляются роботами. Но в повседневной жизни мы наблюдаем обратное. То, что еще вчера было роботизировано, сегодня заменяется ручным трудом. Например, вывоз мусора был автоматизирован еще во времена СССР. Грузовик с манипулятором подъезжал к контейнеру, цеплял его механической рукой и опрокидывал в кузов. Не знаю, как у вас, а я каждое утро наблюдаю следующую картину. Два гастарбайтера со Средней Азии перекидывают мусор из ящика в японский грузовик. Все происходит вручную. Наклоняют контейнер и каждый отдельный пакет перекладывают руками. И ладно бы это происходило в каком-то захолустном городке, где просто нет столько твердых бытовых отходов, ради которых стоило бы гонять полноценный грузовик. Но дело происходит в городе Владивосток, который официально назначили столицей Дальнего Востока, где каждый год проходят саммиты, выступает президент. Все упирается в деньги, а точнее в экономику. Пока расходы на трех мигрантов и баушных грузовик ниже, чем на полноценный КАМАЗ с манипулятором, никакой автоматизации не предвидится. Коммерсант стремится получить максимальную прибыль. Если внешние условия на него не давят, то нет смысла автоматизировать производство и повышать производительность труда. Выход из данной ситуации один. Надо бороться за повышение заработной платы, в том числе и для трудовых мигрантов. Затраты на зарплату рабочим должны превышать затраты на приобретение роботов. Тогда каждый предприниматель будет стремиться роботизировать любой процесс, лишь бы сократить издержки на персонал. Пока стоимость рабочей силы в бывших советских республиках ниже, чем в остальном мире, о применении роботов остается только мечтать. Есть еще один интересный нюанс, оправдывающий ручную перегрузку. При этом идет сортировка мусора. Все неподходящее по габаритам или подопределение ТБО откладывается в сторонку, так как тарифы на вывоз этой категории мусора гораздо выше. Вот и валяются эти груды хлама, пока не вырастут до приличных размеров и под них не закажут отдельную машину. Пока спасает старая советская традиция – субботники. Когда муниципалитеты устраивают акцию невиданной щедрости, принимают любой мусор и в любых количествах бесплатно. К сожалению, проводят ее только один раз в год. Весь остальной год власть активно старается нажиться на проблеме городских отходов.